друзья всем привет сейчас я вам расскажу сколько я взял выручил денег за те три кабасика которых андрей пустил на мясо сразу троих расскажу чем кормлю что получается такой результат 5 месяцев 125 килограмм много тех кто просто не верит ну покажу объясню расскажу а там уже дело ваше то есть и так поросяткам у нас сегодня 13 дней все живенькие здоровенькие вопросов по поросятам нету поколли им второй раз железо короче все нормально нормальные петли на 13 дней хорошие эти петры на у нас подрастают тоже хорошо вес набирает хорошо кормушку же он вылезали сейчас буду им намешивать килограмм 35 засыплю я стараюсь так или по 35 в день или раз два раза в три дня по 35 ну то есть я специально подождал что полностью съели а то много там на дне оставалось старого думаю пускай доедят а потом уже будем что-то предпринимать какой вес у них даже примерно не понимаю не знаю их уже не поднимешь на веса не затянешь поэтому разве что когда андрюха будет взвешивать перед тем как на мясо пускать тогда узнаем вес ну пока растут тот который поломал ногу вот с этого гнезда их было шесть штук это те кто вычухался когда болели их было шесть штук но одного заделали осталось пятеро их надо переводить так как уже подрывает сетку внутри на слив воды я по этой сетке определяю все уже надо переводить также со львова мне пришла посылка это друзья вот такую посылку я заказываю каждый каждый перед каждым новым годом это то без чего я не провожу ни один новый год также распечатаем покажу без чего у меня не проходит ни один новый год я отдал за нее по моим 1500 или 1600 гривен и получил бмвд водолагу и получил сразу со львова посылочку так же у нас поступили кексы кексы я отдаю кексы печенюшки вот это воробьев меня конечно задал бы кексы отдаю этим которые сидят на норме сарай пустой вот прят и без свиноматки поросные сейчас сюда буду заселять на красоте сейчас им дадим чуть-чуть и на вечер оставь на спрашивали кряк мне не надо кряк он у меня есть петры вот она и любит вот эти печенюшки всякие кексы это просто на вот ты же же вот так бы каждый день до а каждый день было так каштан каштан потерял потерял те кто там кекс лежит каштанте кекс потерял за на вот так не спеши конечно пишите завтра новый год тут вам вот это будет подарочки такие в воде выводишь на каштан каштанчик ему опасно трудовать на хватает хватает так что все то на то на вечер вечером вот друзья у меня свинтусы четыре с половиной месяца получился у них опорос и опорос был 12 августа то есть 12 сентября месяц 12 октября 2 12 ноября 3 12 декабря 4 ну получается четыре с половиной месяца не говорили что они туда ходят гадят у корыта и там опорожняются типа не годится такой корыта там все сухо не там спят а вот здесь я специально не убирал сюда ходят в эту половину туда в угол и по над стенкой где вода так дело не что я просто для тех для неверующих для неверующих а мы смотрите четыре с половиной месяца этим есть видео зайдите на мои видео и посмотрите за четыре с половиной месяца у меня тут 33 кабанчика который уже за 100 килограмм раз вот этот раз вот этот два это за 100 килограмм 115 это 110 и еще один где-то по-моему или вот этот или вот это жану по да вот этот самый круг этот килограмм 120 вот вот этот килограмм уже 120 5 по 110 вот они получают вот то по моему они были все одинаково сейчас кто-то пошел больше кто-то меньше но по понятно у нас самые маленькие так вот объясните мне вы же мне не верить его четыре с половиной месяца за 100 килограмм типа это нереально он чухает рассказывать вернись на видео посмотри за 12 или 13 августа где было порос этих поросят породы канту почему они так растут потому что они мешанные тут чистый дюрок вот чистая чистая дюрчиха и хряк чистый петре хорошая генетика хорошее здоровье хороший иммунитет от ее свиньи растут так если бы свиньи были переведены согласен нереально вот этот за 100 килограмм далеко корм постоянно и сейчас покажу чем кормлю покажу химию же вы мне там пишите на химии выращено вот четыре с половиной месяца резать буду где-то начинать в январе это будет грубо говоря им там пять с половиной месяца ну кинем конечно на весы кинем по ссылке сделаю посмотрите на весы с андреем закинем одну или две будем делать не знаю ну то есть вот факт на лицо я же не тоже там просто а бы разговаривать я вам показываю реальные вещи реальные вещи если она вот хороший хороший вот хороший хороший вот дебилый вот этот вообще хорошее и там еще ну эти пока пойдут 4 3 потом следующее подтянутся уже завонят этих что тут непонятно а мне говорят так как у тебя 60 дней и по 22 25 килограмм а 5 месяцев 125 это потому что набирали больше килограммов день корм питательный он корм лежит хоть бы одно подошло поела кстати вот смотрите у меня у нас просто не тем хвастаются хвастаются я купил кормушку за 7000 а я купил там корыто я купил станки для опороса я ничего не покупал он две доски два бруска сбил все и канистра он с под химией взял колхозе с полей единственное что с оборудованием это одна ниппельная поилочка которую они пьют воду все затрат у меня идут затраты только на зерновые на корм поросят я не покупал всякие кормушки поилки и там все другое не покупал просто кормлю их а то я смотрю на ю тубе там рассказывают что из-за такой кормушки свиньи лучше начали расти давайте мне сделаем соревнование я ставлю поросенка вот на такую кормушка вы на супер-пупер оборудование посмотрим кого будут лучше расти не зависит это от того какая кормушка чего они пьют воду смотрите какой здоровый увлажняется у них корм или нет гранула или нет это вообще порожняк вот обычный корм который я делаю у меня не супер-пупер и не супер-пупер результаты то есть я показываю то что есть а то что вы пишете там то у меня за все месяцы так не выходит но тут и такой свиновод что у тебя не выходит еще людей тем более лучше рассказывай я показываю реальные вещи и также сама по реализации по реализации вообще сейчас у нас цена если я не ошибаюсь мне андрей говорил 36 гривен живой вес но понятно я не сдаю мне оно все равно 36 не 36 я продаю у себя в магазине кстати если вам интересно будет чтобы я показал свой магазин напишите в комментариях я покажу свой магазин потому что там уже какой аккаунт нетрош гаврош написал что ты показал чужой магазин мы не лоха только волки могут тебе поверить но я тебе не гаврош покажу лично для тебя если тебе интересно напиши я покажу и документы покажу на чп что это мой магазин это вообще насколько узко мыслить показать чужой магазин и сказать это мой ну если интересно я сделаю видео обзор магазина и расскажу какие у меня планы там для реализации мяса вот он думаю доступно понятно объяснил хвастаться надо не тем что ты купил кормушки поилки там по 5 по 7 тысяч или еще там что-то хвастаться надо то есть сколько ты выручил сколько занес в дом дом вложил семью я считаю так и поэтому если меня устраивает их не рост в такой кормушке вот две доски три бруска а пускай растут ну что мне надо выдумывать что-то не выкидывают нигде ничего а то мне пишут а ты лучшие типа такая корму на хрень мне-то за 7 тысяч вон нормально результаты не каждый потягается со мной а я уже молчу за реализацию там не писали то ты рассуждашь на уровне своего сарачика а нет и не рассуждашь на уровне своего сарачика ждешь дядя вася тебе даст 36 гривен или может его воля будет что 38 и тебе повезет он купит у тебя по 38 бред такой что просто и рассказывать сколько ты там вложил там не она не надо сколько вложил ты покажи сколько ты взял а не вложил также подписчик который заказал от этих всех поросят кантуров пускай еще побудут возле свиноматки туда давай к рождеству перед рождеством приедешь заберешь пускай еще подрастут а то они я смотрю мелковатый пускай будут возле нее она еще ну и не хватает нифига пускай чтобы она и похудала лучше загулять пускай будут не 30 дней с нее 40 а может даже чуть дольше ну там созвонимся потом скажу вот до сих пор веду записи о 10 штук у тех петренов родились 16 сентября и вот все что я им даю это старт это я пошел на гровер и это гровер 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 это для себя написала по росту чтобы понимать когда примерно по времени а до сих пор вчера позавчера насыпал записал и сейчас будут тоже делать корм тоже запишу записываю все так что не переживать я узнаем сколько идет корма на таких поросят помесь петре на сколько уйдет от а до я на 10 штук вот эта химия кукуруза вот кукурузы надробил 200 килограмм брал по 480 вот горох надробил бочку грохом немного брал по 2000 тонн тут у меня ячмень это пшеница это ячмень это что все химия тоже вы пишете химии кормишь ячмень пшеница кукуруза также вы говорите что ты показывает свою водового это водолага вот водолага это наша фидлайн не наши фидлайф не наши фидлайф кстати новые мешки беру постоянно для курки не сушки для курей яичных линий мешают кукурузой и пшеницы где-то 50 на 50 ну так даю у меня там полтора десятка кур на яйца у каких-никаких 35 яиц каждый день есть то есть кормлю курей фидлайф фидлайфу фидлайн взял для того чтобы перебиться у меня юра уехал к родителям колоть кабасика и у меня не было чем кормить я поехал купил фидлайн думаю пока нету нашей кормильницы водолаги возьму фидлайн перебиться и заодно вам покажу вот водолага желтый цвет вот фидлайн серый почему серый обратил я внимание думаю почему же все где что разве не использует соевый шрот и понаходил ну явно видно лошпайки от семечки шкурки семечки лошпайки то есть судя по всему используют не соевый шрот может и есть какой-то процент соевого шрота а используют шрот подсолнечника чтобы как-то удешевить так как все растет сейчас цене ну явно видно семечку черные лошпайки не знаю хорошая но плохое то есть я ну не говорю ничего я просто взял перебиться ну мне уже пришло то есть как бы грубо говоря я чуть-чуть надо брал попользоваться ну все равно его используя не выкидывать берем водолагу цвет водолаги выносим на улицу здесь соевый шрот вот вы с мешка насыпаете химию я вам открою большую тайну что в мешке в мешке в основном хороший высокобелковый соевый шрот и наша рецептура для маленьких поросят стартовом корме есть от поноса и там какой-то процент есть и воду отечки отечка это пищевое отравление пищевая палочка маленький поросенок поросенок когда при отъеме и переводят на старт то есть в старте мы заваживаем это все и в основном состав входит это соевый шрот с высоким белком и протеином ну и есть и лекарство от поноса я же говорю и от кишечной палочки и там еще чего-то я позабывал название то есть а в основном это хороший высокий соевый шрот вот вам и все и весь секрет плюс питательные рецепторы ячмени пшеницы кукуруза хороший тоже энергетик для поросят кукурузы у меня мало я ее буду давать только маленьким поросятам то есть до 60 килограмм я этим уже и петреном не даю и кантором не даю то есть это я сейчас у меня будут опоросы пойдет для маленьких поросят вот и все а то пишут на химии вырастил я вам скажу хорошая генетика это залог здоровья поросенка то есть иммунитет крепкий здоровье крепкой поэтому она растет корм есть перебиваться ему не в чем вот такие такой получается и рост это у меня это не супер пупер рост я знаю у меня знакомый у него поросята по моему раньше от моих вот этих что андрюха делал трех штук раньше родились и у него больше андрей ему резал говорит у него намного больше чем у тебя то есть у него вес я так понимаю вообще там за 130 ну а чем он кормит я без понятия то есть не каждый же будет рассказывать и также мне покажи того покажи того покажи как магазине продаешь мясо то я показал ну кто захочет показывать себя в ю тубе чтобы вы смотрели обсуждали то есть мне вообще все равно кто там что за меня говорит кто там что скажет подумать я как бы не завишу от чужого мнения людям это ну как бы не хочется услышать от себя что-то плохое или там скажут что-то или оскорбят то есть не каждый готов показывать себя свою жизнь на всеобщее обозрение мне по барабану я показываю грубо говоря как живу как строю как зарабатываю где зарабатываю мне езда бизнес это магазин там какой-никакой покажу потом расскажу если интересно напишите я сделаю обзор и расскажу какие доходы также что я строю там сарай начну опять с весны строить и еще у меня есть один бизнес если кому интересно могу ну не знаю буду не буду но может быть покажу то есть я считаю тут надо хвастаться не тем вот я вытянул деньги из дому семьи купил кормушку с нержавейки к примеру я считаю надо хвастаться вот я покормил продал и вот сколько у меня маржи принес домой вложил семью ну вот это надо хвастаться они вот я купил ой молодец куча лайков молодец купил станки на хрен те станки для опороса купи 20 метров профтрубы 20 на 30 свари но с нее через пять лет новый сваришь так сама а то на металл сдашь но я считаю так также бункерную кормушку вот из-за кормушки лучше стали роски но это бред полный это кормушка с увлажнением они крупнее растут и лучше ну это бред полный ну вообще я больше бреда не слышал кормушка обычная бункерная он сварил два листка металла потратил него через пять лет там шесть то новый в два листа купи свари поставь все не морочь голову меньше вкладывай больше забирай вот это я считаю правильно сейчас откроем посылку покажу без чего у меня не проходит новый год и покажу вам сарай просили показать сколько уже потратил сколько корма ушло на петре нам показал и сарай так одной рукой не удобно так же мне вчера говорили вот вышло видео где я с поломанной ногой поросенка сам разделывал нож тупой я вам скажу то я и сам знаешь он тупой но я не могу наточить так чтобы он был такой как в андрея шмых шмых вот так как рыслыш я не могу до такого довести нож я так ну подточу ну как обычный ножик а именно вот так довести как андрей довел свой но я так не могу меня так не получается просто когда он маленький был с поломанной ногой но вот такое путевать зачем звать андрея там грубо говоря какая разница тебе там на копчение или на колбасу там что мясо делаешь дать то то есть я считаю ну какая разница я вчера по берегу сердела дома занес сало снял и все что там не заморачиваться понятно что андрей профессионала шо я третий раз это за всю жизнь это третье мне первая свиноматка второй раз а то с геморроем это третий понятно у меня опыта нет ну как бы я через сказал не судите строго так как бы его открыть вот так это каждый вот я заказываю и так же у меня спрашивали как ты считаешь сейчас можно начать заниматься свиноводком я говорю в каком-то ролике предыдущем нет сейчас нельзя заниматься свиноводством подождите уборки затарьте с кормами недорогими все на готовке а потом покупайте с десяток поросят а с этого десятка оставите лучше там пару штук на свиноматке и пошла поехала не спешите у меня понятно оно все запущено грубо говоря круговорот запущено у меня свои свиноматки свои поросята и большой плюс у меня своя реализация вот цены попадали на живой вес мне от этого не холодно не жарко а люди которые вкладывали я посмотрю на ютубе складывают миллионы ну реально миллион строят а сейчас даже показать нечего потому что в убытках и они их не вернут никогда а я считаю лучше вот не надо большие объемы то есть дома займись не спеша полностью весь цикл запустить весь круговорот реализации в том числе настрой и живи и радуйся да но не быстро у меня грубо говоря уже почти два года как я занимаюсь свиноводством да у меня сейчас клиентская база очень высокая и подписчиков кстати много берет на канале смотрел забои нашли мой телефон созвонили и берут сейчас у меня мясо и сало кстати вот последний раз был лёд один подписчик не приехал так я ездил ему всего этого 1651 до 1651 всего сам отвез так это у нас цирка blitz цирка blitz это фейерверк одиночный понятно что самое главное это фонтаны огненный фонтан подарок нам подавали что-то самое главное вот вот это у нас все таки умные похвастаться нечем вот любая на 100 выстрелов 100 штук стол выпухив кули червоных зеленых тассы не в огню 100 штук запускаем красота красотища 20 калибр ну это такой посчитается как бы дешевенький ну надолго хватает как раз ну когда смотришь и долго надо смотреть пока не интересно вот без этого ни один новый год у меня не проходит постоянно делаю цирка blitz то есть сначала поштучно запускаю фейерверки а потом этот уже после 12 ночи но я не знаю этот новый год наверно мы так не будем делать потому что богдан мой сын уехал я его отвез до бабушки на новый год забирать будем после нового года то есть возможно наверно пускай он уже когда приедет к рождеству сделаем чтобы ребенок увидел а то а я пока этим обойдусь просили показать сарай что с сараем сараем я пока не занимался займусь уже весной сейчас я собираю все необходимое для для сарая в том числе и финансирование бойню были сквозняки и мороз я забил пленкой эту сторону я вам скажу вообще шикарно тут получается он когда шмалит вообще здесь тепло хорошо и то есть я сам себе ответил на вопрос нужен ли здесь вот этот карбонат зашить карбонатом прозрачным белым да нужен и буду обшивать пока мисс пленка пускай нормально будет пленка покажу сарай что сейчас сараем а что сейчас сараем все нормально сараем стоит все окна я тени ставил потому что судя по всему будет бетон из миксера заказывать буду в харькове на gbk наверное марку 300 пусть дороже будет но зато надежно все таки есть у меня что тут доски газоблок весь инструмент велосипеды стулки всякие леса пенопласт который остался бак металл на клетке ну то есть все и двери в комнатку в кабинетик вот сюда тут кабинетик вот и двери прямо пластиковые у меня есть у меня в доме стоят первые я их буду менять на новые а те поставлю сюда не широкие все говорили первую зиму упадет не выстоит он стоит так это он стоит без опор а когда будут тут клетки и на каждой этой основной опоре будет еще подпоры идти вверх подпирать именно стропильную систему это будет потом пока так все нормально все шикарно все хорошо нигде ничего не течет все сухенько хорошо но единственно потекает на этих на вытяжках я пленкой за по забивал вытяжки но все равно видно где-то что-то вот напротив вытяжки лед наверно там или дырочка он забита или конденсат неизвестно все таки есть займусь весной ну потеплеет и начну подшивать потолок куда мне спешите у меня есть где все держать места хватает те свинки которых оставлять на свиноматок тоже подрастает подрастут я уже тут их буду держать потом все нормально несущие трубы есть все побетонировано песок насыпан ну с миксера зальем и начну клетки варить потолок подошью кормушки поварю бункерные и скважину пробью и так дальше да но буду все показывать но вообще сараем я очень доволен что сделал таким образом единственное что я сейчас думаю наверное я газоблоком провожу 90 сантиметров или метр ну вот это до закладных вот как у меня закладные идут несущие для клеток единственным до закладных может быть я прогоню 10 а за блок чтобы положить поклеить плитку чтобы я допустим если мне надо летом керхером прошелся всю плитку вымыл и все не надо мне бегать со щетками белить и так дальше а мыльной водой намочил размочил а потом прошелся все смыл и все летом эти процедуры то что надо будет делать а ну я так думаю так будет лучше ну не знаю как будет у меня то грубо говоря газоблок только на перегородку там потому что где будет котельная комната бытовка ну если что докуплю тоже наверно прогоню метр и обложу плиткой потому что где плитка он показала себя у меня в том сарае ну доволен все устраивает нарадоваться не могу хотя мне тогда писали на второй же день ее по отгрызает подкусывают повыковыривают где те пропали люди которые так писали и почему писать если он не знает вот это меня поражает сам не знает он так думает и уже пишет вот так будет я в допустим таком случае промолчал и вот уже подтекает капельки с выдержки закрыта пленка и все равно он какая-то дырочка и подтекает если я не уверен или не знаю я лучше промолчу нет же люди она подпадает на второй же третий день и где-то и он пропал этот что писал вот так но такое с сараем ты сарай то же самое 100 тысяч гривен еще не потрачено на этот сарай еще не потрачено 100 тысяч гривен а он уже грубо говоря стоит без заливки без клеток я думаю 125 ну пускай даже там и если бетон не сами будем колотить гранат села заказывать jbk то есть пока сюда доставка это все потянет денег то это конечно чуть дороже выйдет и это 100 тысяч не потрачено вместе с бойней бойню я построил всех брусков 100 на 100 которые думал пустить здесь чтобы опоры под них но передумал и пустил их на бойню основной каркас они как бы составили то есть так все что буду делать дальше буду показывать рассказывать делиться тем что понимаю что вижу как вижу и опять вам говорю что кто думает заниматься свиноводством отправится смотрит канала много нравится хочется самому не спеши лучше подсобирать деньжат будет уборка подкупить чем можно дешевле всяких отходов там пшеничных отходов гороховых кукурузерных и так дальше и тому подобные затарь свои бочки мешки кладовки сарае а потом уже бери по голове и корми что ты потом за голову не хватался ой чем же мне их кормить и зарплата твоя будет уходить на их кормление она тебе 300 лет так не надо заранее все приготовь и так думай где ты будешь делать реализацию мяса ну чтоб не сдавать а продавать то есть покупатель появляется раз второй третий купил у тебя сказал другу вас и петь и соседу и пошло поехало друг другу говорят мясо хорошее отличное все хорошо стало приятное мягкое пахнет соломкой и поверь мне и будут у тебя так сказать и будет тебе счастье в жизни я считаю так а пока просто смотри видео набирается опытов кто там что рассказывает делится меньше видишь на то что уложил 1 миллион 2 3 лучше подождем видео когда заработал первый миллион 2 3 вернул а вот пошел заработок но таких видео никогда не будет а я буду показывать сколько у меня выхлоп будет сарая со всего поголовья и я вам также скажу сколько у меня будет в месяц выходить чистой прибыли не бояться нечего и скрывать нечего то есть как есть я так и скажу и кстати обещал же сказать сколько я взял за тех трех которых мы и кололи на мясо за тех трех я в магазин их отвез жена вечером не привезла двадцать три тысячи гривен двадцать три тысячи гривен это мы посчитали все я чуть-чуть оставил там немного килограмм 10 сала на копчение их тоже мы посчитали ну типа как как продали но я их забрал ну и себе оставил все шесть внутренних вырезок на первое число на шашлыки и ребра оставил на первое число тоже пожарю видео сниму то есть вот такое такой заработок на трех кабанчиках вернее два кабанчика одна свинка по сто двадцать пять килограмм не знаю хорошо это плохо ну если сдать по 36 гривен конечно плохо если так как я продал я думаю неплохо так что кто досмотрел до конца кому оно интересно было услышал кто не досмотрел до конца ну не услышал начало не надо мнение ваши корову дешевле там продаете у вас так не получается мне оно не интересно я показываю как у меня и чем я кормлю тоже показываю все всем пока что есть то есть кого там может обидел зацепил извиняйте не хотел я просто показываю делюсь своим опытом и ну каждый человек кто зашел на мой канал или новый или старый зайдет в первое видео посмотрит когда у меня вообще ничего не было второе видео когда у меня появилось 12 подписчиков и два кабанчика и пошло поехал и то есть до чего мы дойдем еще там вот два три пройдет вот посмотрите я специально веду канал чтобы он был для назидания то есть какой-то молодой человек начал смотреть его смотри вот так было смотри как сейчас там посмотрит последнее видео и вот ему будет интересно и может его тоже как бы оно подогреет желание и сам начнет чем-то заниматься не именно свиноводство да хоть чем если с мелочи начать и стремиться все равно добьешься рано или поздно своих результатов у меня я за что не берусь в жизни я доведу это до совершенства если я начал что-то строить я дострою его и будет все в идеале просто да я делаю перерывы не спеша то есть но я не бросаю никогда на пол дороги у меня такой начал бросить так кто начал бросил то не если начал закончу доведу до совершенства все уж совершенствую потом дальше ставлю цель и начинаю побеждать следующую цель и так все постепенно 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 я делаю так то есть все за что бы я не взялся я доведу дома и везде в меня есть успех везде вот начну я там стройку я хорошо зарабатываю на стройку зарабатывал когда работа, очень хорошо. Начинаю свиноводство, я уже зарабатываю, но я думаю, это прям не предел. Я потом покажу, сколько в месяц зарабатывает нормальный свиновод с таким-то, таким-то поголовьем. Сколько у меня будет прибыли в месяц? Моржи. И спрашивают за колбасу, почему ты не делаешь колбасу? Потому что у меня нет мяса делать колбасу. Я считаю, колбасу делает тот, кто не мог продать мясо. То есть мясо не продалось, делать некуда, пошли делать колбасу и продают колбасу. Оно дольше сохраняется и так дальше и тому подобное. У нас пока таких проблем нету, поэтому и колбасы нету. Он что-то есть, сделаем себе, поедим на праздники, да и все. Вот так. Все. Всем пока. Извиняюсь, что задержал. Всех с наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья, всего наилучшего. Кому интересен магазин, пиши в комментариях, сделай обзор магазина. Счастливо!